Новые подробности скандала с прослушкой. Французские политики требуют жесткой реакции на действия американских спецслужб. Журналисты обсуждают технические подробности шпионажа. Вашингтон вяло отмахивается. И вот что сообщил из Парижа наш корреспондент Стас Натанзон. Новые измененные показания Соединенных Штатов. Джон Керри озвучил, когда в Франции уже была глубокая ночь. Вчера вечером, напомню, Барак Обама все-таки извинялся перед Оландом за прослушку и говорил, что такая прослушка не ведется, но все-таки в прошлом признавал, что в прошлом велась. При всем уважении к Викиликс, позвольте мне разъяснить. Мы не следим за президентом Франсуа Ландом. США вообще не шпионят за друзьями. И мы не задействуем внешнюю разведку до тех пор, пока не возникает угроза Соединенным Штатам. В отношении слов, что США не следят за друзьями, местные журналисты много об этом пишут. Вспоминают, конечно, и предыдущие скандалы. Самый громкий и последний это в Германии, когда следили много лет за Ангелой Меркель. Кроме того, один из местных журналистов просто сопоставил фотографии американского посольства в Париже за разные годы. Он обнаружил, что там была построена пристройка новая в 2004 году, из которой, похоже, и велось следствие. Там темные окна в этой пристройке. После этого этот же журналист обнаружил, что такие же пристройки появились еще в 19 посольствах и различных европейских странах. То есть можно предположить, что аппаратура для слежки установлена и в этих 19 странах. Джулиан Асанш уже тоже сегодня, просто ночью, призвал французское правительство не прятать в голову песок и не замалчивать о скандале, как это делали в Германии. Мировые державы пристально следят за реакцией Парижа, за тем, как он себя поведет. Франция не может занимать положение страуса. Это будет очень четким сигналом для США, а также для других стран. Например, для России и Китая. На кону экономическая и политическая целостность Франции. Суверенитет страны не должен быть попран. Викиликс рассчитывает на Францию. Самое главное, чего сейчас ждут французские журналисты, французское общество и большой настороженностью французские политики, это новых разоблачений викиликс. Дело в том, что обычно этот портал, эта организация работает таким образом, что выдает информацию порциями. Каждая следующая порция еще более скандальная, еще более сенсационная, чем предыдущая. Журналисты и либерационные медиапарты уже заявляют, что у них есть, например, данные. Они сейчас обрабатывают о том, как американская разведка следила за кандидатами президента Франции на прошлых президентских выборах. А это уже совсем недавно. Это говорит о том, что слежка полным ходом велась и во времена уже опамы. Что же, будем ждать, какие будут новые разоблачения и будут ли вообще. Стас Натанзон, Игорь Никулин. Вести, Париж, Франция. В США суд официально огласил смертный приговор Джохару Царнаеву. Он признан виновным в теракте на международном марафоне в Бостоне. Царнаев впервые воспользовался правом выступить, он извинился перед жертвами и пострадавшими. 15 апреля 2013 года на финишной прямой бостонского марафона прогремели два взрыва. Сработали самодельные взрывные устройства. Три человека погибли. Среди них восьмилетний ребенок. Еще 264 получили ранения. Теракт осуществили братья Царнаевы. Старший Тамерлан погиб в перестрелке с полицией. Джохара удалось схватить живым. В Лондоне полиция разогнала активистов движения «Инвалиды против сокращений». Десятки митингующих, многие из которых инвалиды-колясочники, попытались прорваться в парламент во время еженедельной встречи премьер-министра с депутатами. Люди хотели лично выразить протест Дэвиду Кэмерону против сокращения социальной помощи инвалидам. Но усилия их оказались тщетны. Протестующих заблокировали и оттеснили из зала заседаний. Дефолт на Украине практически неизбежен. Аналитики влиятельной американской инвест-компании Goldman Sachs назвали точную дату банкротства страны. 24 июля. Это не прогноз, а констатация факта. Цитирую. Украина не осуществит выплату, назначенную на 24 июля, и в результате войдет в состояние дефолта. Речь идет о долге Украины перед международными кредиторами. 9 миллиардов долларов, которых в стране, понятно, нет. Киевский Кабмин предложил план реструктуризации, а именно простить 40% долга и дать еще денег под украинские облигации. Но поскольку кредиторы благотворительностью не занимаются, просителям отказали. И сдаваться пока не намерены. Час расплаты для Украины настанет через месяц. Но, как считают авторитетные аналитики, вполне вероятно, официальный Киев признается в банкротстве, не дожидаясь намеченного срока. В эти минуты в Москве проходит церемония вручения премии ТЭФИ профессиональной награды за высшие достижения в области телевизионных искусств. В эти минуты жюри определяет имена лучших журналистов дневного эфира. Во второй половине дня бронзовых орфеев получат звезды эфира вечернего. И вот сейчас у телецентра Останкино работает наш корреспондент Анастасия Саховская. Анастасия, здравствуйте. Известны ли уже первые победители? Ольга, здравствуйте. Вы не представляете, как у нас здесь интересно. Потому что уж кто-кто на телевидении умеют хранить интригу. И, возможно, имена победителей мы будем узнавать прямо во время моего прямого включения. Но вы знаете, уже есть первые результаты. В номинации «Лучшая утренняя программа» победили наши коллеги с первого канала «Доброе утро». А вот в номинации «Смежные» ведущие утренние программы «Это наш триумф». Здесь премию взяли наши коллеги Анастасия Чернобровина и ее соведущий Владислав Завьялов. И я предлагаю посмотреть, как это было, и послушать, как же рассказывают коллеги о секрете своей бодрости, которую они дарят своим зрителям каждое утро. Предлагаю послушать. Я считаю, что утренний жанр, он самый сложный. Не потому, что мы работаем в утре. И очень энергетически заряженный, конечно. И затратный. По пять часов прямого эфира. Мне кажется, надо очень любить людей. Мне кажется, надо очень любить свою работу, свою профессию. Без этого, ну, вообще никак. А мне кажется, нужно очень любить утро каждого дня. Надо сказать, что церемония началась совсем недавно. И наша телекомпания ВГТРК представлена в церемонии дневного эфира во всех номинациях. И впереди очень интересные такие, например, как публицистическая правовая программа. Здесь представлен наш проект «Честный детектив». Также просветительская программа, проект наших коллег с телеканала «Культура». Называется он «Белая студия». А также уникальный, имеющий аналогов, проект мирового масштаба. Ведет его Дмитрий Губерниев. Это спортивная программа «Танковый биатлон». Я предлагаю послушать, в каком настроении номинанты шли по красной дорожке. Мы 13 лет делаем программу «Честный детектив». Это тяжелый труд. Ходить по следственным изоляторам, по колониям и по не очень приятным местам. И общаться тоже с не очень приятными людьми, героями наших программ. Поэтому, ну, в принципе, за такую тяжелую работу было бы неплохо что-то получить. Также, как я уже сказала, Дмитрий Губерниев со своим танковым биатлоном с уникальным проектом представлен в номинации «Спортивная программа». Предлагаю послушать его. Я хочу сегодня в рамках ТЭФИ устроить самые настоящие большие гонки в нашей номинации и одержать яркую победу. Потому что просто, как ни парадоксально, в номинации «Спортивная программа» мы делаем самую спортивную программу. Поэтому это ясно всей стране. Это ясно нашим зарубежным партнерам. И надеюсь, что это ясно и членам Академии. Поэтому, конечно, я желаю удачи нам, себе лично. И мы победим. Надо сказать, многие отмечают, что ТЭФИ в обновленном формате получила, можно сказать, второе дыхание. Это и встреча коллег, конечно, профессионалов в своем деле. И настоящая битва телегигантов. И, можно сказать, что судя моих 140 человек, это представители всех ведущих масс-медиа, конечно, пришлось нелегко. Но они выбирали сначала, в два этапа сначала тройки финалистов, а затем победителей. Я предлагаю послушать нашу коллегу, ведущую первого канала. Ира Дозиналова, она тоже была в составе жюри. Каждый считает себя самым лучшим, самым профессиональным, самым достойным. Судить всегда нелегко, потому что мы все много лет рядом. Никого не хочется обидеть, никому не хочется лишнего польстить. И поэтому это правда тяжело. Спасибо, Анастасия. Но вечером нас ждет интереснейшее... Спасибо, Анастасия. Из телецентра Останкино Анастасия Саховская, где в эти минуты идет церемония вручения профессиональной премии ТЭФИ. Разгул стихии российских города приходит в себя после ливня и ураганов. Ветер крушил дома, сносил крыши и валил вековые деревья. На улицах реки масштабы бедствия оценил Олег Пакшин. Российские регионы еще только начинают приходить в себя после сильнейших ливней и ураганов, прошедших почти по всей стране. От центра до Урала и Сибири. Из-за стихии в Липецке вышли из строя две электроподстанции. Без электричества остались 25 тысяч человек. Воды было так много, что ее напоры не выдержали крыши нескольких торговых центров. Город Липецк, гипермаркет, 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 гипермаркет. Дайди по водопадам и получите до плотных водопадов. Десятки машин во время ливня ушли под воду, в прямом смысле по самую крышу. О, машина утонула! Капец! На помощь водителям пришли прохожие. Они спасали тех, кто оказался в ловушке. А маршрутки, застрявшие в воде, выталкивали сами пассажиры. Сразу замерял. Городской пляж. Люди были вынуждены добираться до безопасных укрытий в плавь. Городские магистрали превратились в полноводные реки, а проезд по ним в настоящее плавание. В Пермь дождь пришел вместе с сильным ветром. Накануне вечером ураган здесь бушевал всего пять минут, но его последствия коммунальщики ликвидируют до сих пор. Ветер срывал рекламные щиты, кровлю с домов и обшивку с балконов. Пережитое пермики сравнивают с Рамгидоном. Фильм-катастрофа. Все лежало, практически от ветра легло. Поэтому было очень страшно. Выходить никто не выходил. Из-за повальных деревьев выезды из дворов оказались заблокированы. А общественный транспорт встал повсеместно в городе. Разрывы на линиях электропередач. Здесь вот стали заворачивать, и такой ветер поднялся, такой ветер поднялся. Мы это вот все ощутили. А Екатеринбург спасался от града. Размером с кулак автовладельцы подсчитывают убытки. Ветер поднялся. Стихия бушует в городе уже второй день. Высота волны от проезжающих автомобилей достигает двух метров. На одной из центральных улиц вода размыла дорогу. На проезжей части образовалась гигантская воронка. Тут был люк вчера. Вот это ливневочка. Вот это понимаю по-русски. В Туве заложниками стихии стали пять человек. На федеральной трассе сошел сель. Несколько автомобилей оказались заблокированы. Сейчас к ним на помощь спешат сотрудники МЧС. А вот жители Астрахани наоборот мечтают о влаге. На Нижней Волге сейчас установилась небывалая жара. Столбики термометров показывают до плюс 50 градусов. А на солнце будет все 50 с лишним. Так что умираем. Такого не выдерживают не только люди, но и электросети. Вчера из-за аварии более 30 тысяч жителей Астрахани и пригородов остались без электричества. Многие светофоры в городе не работают до сих пор. Вообще проблемно проехать. Друг другу никто не уступает. Если сотрудник полиции, там нет регулировщика. Ничего хорошего нет в метеопрогнозе для столицы. В ближайшие два дня синоптики обещают грозы, местами сильный и ветер. С порывами до 20 метров в секунду. Олег Пакшин и Айгуль Гимранова. Вести. В Кремле чествуют отличников военной учебы со всей страны. Курсантов лично приветствует президент. Традиции таких приемов уже 80 лет. Прерывали ее лишь в военное время. Владимир Путин отметил, что России нужна сильная армия, гарантия безопасности в условиях нынешних рисков. При этом агрессивных планов у нашей страны нет, подчеркнул российский лидер. Россия это открытая миру страна, которая выступает за укрепление сотрудничества и партнерства со всеми, кто к этому готов. У нас нет и не может быть агрессивных планов. Мы никому не угрожаем и любые спорные вопросы стремимся решить исключительно политическими средствами. С уважением относимся к международному праву и интересам других стран. Вместе с тем, мы видим, что в сегодняшнем мире немало вызовов и рисков. В том числе, в непосредственной близости от наших границ. Поэтому сильная, оснащенная современным оружием армия, это залог суверенитета и территориальной целостности России. Это гарантия мирной и спокойной жизни миллионов наших сограждан. Уверен, вы это хорошо понимаете. Кабинет министров обсуждает проект бюджета на новую трехлетку с 2016 по 2018 годы. Все социальные обязательства должны быть исполнены, сказал Дмитрий Медведев. Независимо от ситуации, власти продолжают вкладывать деньги в программы, которые повышают качество жизни. Еще одна задача – уменьшить зависимость бюджета от внешних шоков, в том числе санкций. Премьер сообщил, что контрсанкции России продлеваются еще на один год, и перечень запретных иностранных товаров почти не изменился. Год назад не мы начинали это санкционное противостояние, и для того, чтобы прекратить его, нужны взаимные усилия. К сожалению, со стороны этих государств мы пока никаких позитивных изменений не видим. Но хочу отдельно подчеркнуть, что наши действия обусловлены в этом направлении прежде всего экономическими, а не политическими причинами. Перечень, конечно, не является константой, может быть изменен в зависимости от целого ряда причин, в том числе и от того, как будут складываться наши отношения с европейскими партнерами. Спасибо.